В гости к ТВ-отделу Спортэкспресса зашел человек, который очень известен в узких спортивных кругах. Однако даже в России, за которой он выступал, его знают немногие. Все дело в выбранном им виде спорта, который для большинства людей не так интересен, как футбол или хоккей. В гости к нам зашел чемпион мира по пинг-понгу и многократный чемпион России по настольному теннису Максим Шмырев. Максим, давно хотели спросить у такого профессионала, как ты, в твоем виде спорта. Все-таки какая разница между пинг-понгом и настольным теннисом? До сих пор настольный теннис и пинг-понг было одно и то же. Это было одно понятие для нашего вида спорта. Любители, дилетанты чаще называли пинг-понг, поскольку это звучное название. Настольный теннис называется в среде профессионалов и очень ревностно кем-то относилась к этому пониманию. Два года назад американская компания решила провести турнир по настольному теннису жесткими ракетками, на которой они вернулись лет на 50 или, может, даже больше, лет на 100 назад. И вместо современных накладок, которые используются на современных ракетках, они нанесли накладки из наждачной бумаги. Взяли для этого название пинг-понга, что мне хорошо понятно, потому что все-таки название разрекламированное, звучное, понятное для всех. Залицензировали свою федерацию и провели в Лас-Вегасе в 2011 году чемпионат мира по пинг-понгу. На какой-то момент это стало проблемой для Международной федерации настольного тенниса, но потом, подумав и решив, что это только идет для популяризации нашего любимого вида спорта, это, к сожалению, забытый во многом в последнее время и прессой, и телевидением, и вниманием зрителей, они поняли, что надо популяризировать настольный теннис. И пинг-понг, эта игра, которая начала подниматься, можно сказать, даже возрождаться, служит как раз этой хорошей цели. Поэтому на данном этапе пинг-понг и настольный теннис при одном и том же смысле, при одном и том же понимании, что это настольный теннис, выходит потихонечку в такое особое положение, как игра с жесткими ракетками с накладками из наждачной бумаги. Вы, видимо, очень скромный человек, потому что не упомянули, что тогда в Америке, в Лас-Вегасе вы-то и выиграли тот чемпионат мира. Сложно было привыкать к новым ракеткам? Ой, привыкать было крайне сложно. Объясню, в чем суть. Значит, к сожалению, я не взял оригинальную ракетку, в которой я играл, скажем, или мы все играем, привыкли. В течение 33 лет я занимался профессиональным настольным теннисом, в котором только на начальном этапе, когда я еще не умел владеть мячом, играл приблизительно вот такими ракетками. Были раньше ракетки с пупырышками, как вы все помните, наверное, такого желто-оранжевого цвета, таллиннская ракетка, за рубль 25 называлась, у которой не было прослойки из губки, и была накладка, наклеенная на деревянное основание, пупырышками наружу. Называлась она там таллиннская, за рубль 25 мы ее все называли. Вот такими практически все в Советском Союзе игроки начинали свою карьеру в настольном теннисе. Потом, естественно, чуть-чуть научившись играть, они брали уже ракетки с губкой и резиной сверху, которая давала возможность обрабатывать мячик и придавать ему сильное вращение. То есть, другими словами, сейчас в настольном теннисе идет тенденция к упрощению игры, чтобы привлечь как можно больше людей. Поэтому ракетки такие жесткие, чтобы минимум техники использовать. Мячик остается больше на столе. То есть, те соперники, которые придут, те игроки, которые придут участвовать в настольном теннисе, они больше проведут времени за столом, перебивая этот мячик с одной стороны на другую. Вот именно это, я надеюсь, и привлечет больше внимания, больше понимания к настольному теннису и больше желания обратно вернуться и поиграть этими ракетками. Но всем известно, что сейчас Китай в пинг-понге обыграть просто невозможно. Как считаете, когда его диктатура ослабнет, и кто может выступить главным конкурентом китайцев? Если у них не будет финансирования, то тогда еще вот она, как я сказал, еще 4-8 лет она подтянется на своих старых ресурсах. Если вот, допустим, с завтрашнего дня настольный теннис в Китае не спорт номер один. То еще 8 лет точно не будут первыми. Ну, доминировать будут. То есть их, может быть, кто-то зацепляет. Ну, например, как на чемпионате мира в Москве сборную Китая женскую обыграла сборная Сингапура. Опять же, прошу понимания, это опять же та же самая сборная Китая практически обыграла ее. Но, тем не менее, это была сенсация такая, что там чуть ли не всех разогнали, что они начали место 12 часов в день. Я знаю, что они тренировались по 14 часов в день. Ну, и вот следующий чемпионат мира, они унесли эту сборную Сингапура, ни с это не проиграв МП. Поэтому это матрица, которая работает. И, отвечая на ваш вопрос, она может ослабить свою хватку, как я уже сказал, если уберется финансирование. А так, эта матрица такая серьезная, что я не вижу каких-то реальных конкурентов. Вам, как профессионалу, поигравшему и в России, и за рубежом, прогресс настольного тенниса в нашей стране. Как ощутим, насколько? Огромные плюсы, начиная с великолепнейших, серьезнейших турниров, чемпионата мира, чемпионата Европы, кубки мира, проведенные в России. Прошу заметить, за всю историю советского и российского спорта ничего подобного не было. Ни разу ни одного чемпионата мира. За всю историю Советского Союза не было. Ни одного чемпионата мира в Советском Союзе и в России, естественно. Вот это уже одно можно поставить как тот результат, который сделан. И плюс еще созданы там, привлечены финансы, какие-то сделаны вертикали сборных, которых нет в других видах спорта. Но надеемся, что это приведет к правильному результату. Мы туда и идем. Одна восьмая финала мужской сборной России на Олимпиаде в Лондоне. Это как раз результат этих работ? Должен был быть лучший результат, потому что, еще раз повторюсь, что сборная России – одна из редчайших команд, которая выигрывает очки у Китая. Это действительно работа, большая работа федерации, что три человека своими ресурсами попали на Олимпиаду. Это здорово. И это результат. А объясняю, что одна восьмая – это слабый результат, потому что мы в первом же туре попали на Китай. И мы единственные практически, кто оказали сопротивление Китаю. Ну, еще сборная Германии оказала, еще раз повторяю. Многие люди не понимают вообще, зачем нужно заниматься настольным теннисом. Расскажите нам, пожалуйста, зачем вам заниматься, как оказались в этом виде спорта В? Ой, хороший вопрос. Спасибо, что его задали. Значит, зачем нужно заниматься настольным теннисом? Ну, во-первых, я вам скажу, что настольный теннис, вот для справки, это практически единственный вид спорта, которым врачи рекомендуют заниматься после инсульта. То есть настольный теннис благотворно влияет на здоровье человека. Вы должны понимать, что я говорю не про спорт как таковой, это все-таки очень серьезная физическая нагрузка, которая, может быть, даже травмирует человека, а про активный спорт. Итак, пинг-понг, настольный теннис улучшает осанку. Ну, скажем, для зрения, для детей, самое простейшее и самое лучшее, может быть, для развития там мускула глаз, это рисуется точка на стекле, и ребенок смотрит на нее, а потом через нее вдаль. Так вот, настольный теннис при занятии как бы в игре улучшает это зрение. У нас практически нету игроков в очках. Есть, конечно же, но, я так понимаю, их намного меньше. То есть в процессе игры в настольный теннис вы улучшаете зрение, вы улучшаете координацию, вы нормализуете кровоток. При внешнем небольшом энергорасходе, это внешнем, на самом деле это один из самых энергозатратных видов спорта, вы расходуете очень большое количество энергии, вы двигаетесь, вы, не знаю, координируетесь, вы для здоровья оказываете огромную поддержку. И не зря в настольный теннис занимаются от малого до великого. Вот недавно, полгода назад, мы праздновали день рождения 100-летнего человека, который там в 100 лет пошел, не сидел за столом и говорил тосты, и дальше он сказал, мне надо в теннис идти играть, сидя за столом. И энергия из него бьет, то есть это вид спорта, который на всю жизнь. Не зря в настольном теннисе занимаются целыми семьями. У нас ветераны это целое движение. Я такого настольного тенниса, как в ветеранском, я не вижу в настольном теннисе профессиональным. Потому что ветеранские чемпионаты мира, чемпионаты Европы, которые сейчас проходят по всему миру, они собирают такое количество людей, которые надо записываться за год вперед, потому что мест не хватает. То есть это целое популярное, а сейчас на данный момент это модное увлечение, это настольный теннис. Поэтому и наш чемпионат, наш кубок по пинг-понгу, в том числе это в моде, это популярно идти туда. Сейчас многие интересные, знаменитые люди и присутствуют, играют, и очень гордятся, что они принадлежат к пинг-понгу. Вот почему я занимаюсь пинг-понгом. Максим, спасибо, что пришли к нам. Это была очень увлекательная беседа. Удачи! Смотрите Спортэкспресс ТВ, оставайтесь онлайн и играйте в настольный теннис. Смотрите Спортэкспресс ТВ